Продолжение следует... 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 Жировых продуктов с балансированным жирно-кислотным составом с целью выполнения научного компонента диссертации, а также в рамках международного научного проекта «Эгриченж» в период с 2015 по 2018 годы прошла научную стажировку в Институте аграрного развития в странах с переходной экономики в городе Ха. Имеет патент на полезную модель способ получения майонеза номер 6155 от 5 ноября 2021 года. Представленные документы и материалы соответствуют требованиям положения о присуждении степени ПИЧДИ. Спасибо. Объявляется в защиту диссертации докторанта Экстажа и Гольсом Султана на тему эффективности использования с хозяйственного угодья в условиях развития земельного рынка в Казахстане на материалах Южно-Казахстанской области по специальности 6D090700 кадастр. Научные консультанты. Работы выполнены в Казахском национальном аграрном исследовании по университете. Про официальных рецензентов я уже доложила, они присутствуют. Диссертационная работа защищается впервые. Слово предоставляется... Казахстан. 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 Доклад по материалам диссертации на соискании степени доктора философии. Тема «Эффективность использования сельскохозяйственных угодий в условиях развития земельного рынка в Казахстане на материалах Южно-Казахстанской области». Работа проводилась на кафедре земельных ресурсов Казахстанского национального аграрного исследовательского университета, в Институте аграрного развития в странах с переходной экономикой имени Лебница-Яма в Германии, в Управлении земельных отношений Туркестанской области в городе Туркестан и на сельхозпредприятиях Туркестанской области. Работа была частью проекта «Анализ институциональных изменений в трудовых и земельных отношениях в условиях орошаемого земледелия в Центральной Азии», которая выполнялась совместно с нашими немецкими коллегами. На сегодняшний день в Казахстане наиболее острой проблемой является проблема эффективного использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве, так как от нее зависит продовольственная безопасность страны, уровень производства сельскохозяйственной продукции и материальное благополучие всех слоев населения вне зависимости от регионов их проживания. В послании главы государства этот вопрос неоднократно поднимался, и им была оговорена задача обеспечить эффективное использование земель, где вопрос неэффективного использования земельных ресурсов становится все более актуальным. Насколько вы знаете, на сегодняшний день вопрос использования земель, вопрос земельного рынка в Казахстане остается сенсибильным, политизированным и очень чувствительным. В рамках проекта, почему мы выбрали Казахстан, потому что сам по себе Казахстан представляет интересный случай за наблюдением всех трансформационных процессов после развала Советского Союза, именно на рынок земли. Казахстан является одной страной, в которой земельные реформы проводились несколько этапов. Также актуальностью и основными проблемами было то, что земельный рынок в Казахстане на тот момент не имел четких правил, недостаточно был развит и функционировал именно в сельском хозяйстве. Субаренда во многих регионах есть и не является официальной, так как по закону она запрещена. И выявлен факт, что крупные агрохолдинги сдают землю в аренду мелким хозяйствам или мелким фермерам. В соответствии с этим появляется вопрос о неэффективности использования сельскохозяйственных угодий. Целью диссертационного исследования явилось обобщение теоретических положений по повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель и разработка рекомендаций по совершенствованию экономического стимулирования эффективного и рационального использования сельхозугодий. Объектом исследования выбраны земли в сельскохозяйственных организациях различных форм хозяйственных Туркестанской области. Предметом исследования явилась совокупность социально-экономических и организационных отношений в сфере землепользования в АПК Туркестанской области, состояние сельскохозяйственных угодий региона и эффективность их использования. Для достижения цели были определены следующие задачи. Научная новизна исследования определяется выбором темы, как еще не исследованы комплексно в отечественной экономической литературе и кругом, выносимых на защиту положений. Диссертация включает в себя три главы, которые в общих чертах соответствуют четырем защищаемым положениям, которые вы видите на слайде. Научная новизна. Основные результаты, определяющие научную новизну диссертационного исследования, это то, что заключается в обобщении теоретических методологических понятий, концепции самой рационального эффективного использования сельхозугодий, на основании которого было выделено три составляющих фактора эффективности – это экологический, социальный и экономический. Разработана система факторов и показателей эффективности использования сельхозугодий. И согласно проведенному исследованию выявлены преимущественно крестьянских фермерских хозяйств на эффективность использования сельхозугодий. Предложены основные направления стимулирования рационального эффективного использования сельскохозяйственных угодий. Основываясь на научной литературе и нормах права, был проведен достаточно литературный обзор по вопросу повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий, по вопросу самой эффективности. Основные моменты я выделила на данной таблице, на основании которых мы выделили, что экономическая эффективность использования сельскохозяйственных значений представляет совокупность показателей, характеризующих результативность производства сельскохозяйственной продукции с учетом понесенных затрат, а также объемом полученной сельскохозяйственными товаропроизводителями государственной поддержки. Нами сгруппированы основные факторы, влияющие на эффективность использования сельскохозяйственных угодий. Эффективное рациональное землепользование должно носить системный характер, то есть учитывать все его компоненты и составляющие, основными из которых являются экономическая, экологическая и социальная составляющая. Нами была выведена классификация факторов, которые мы разделили условно на внешние и внутренние. Внешние, в свою очередь, мы разделили на природные, на государственную поддержку эффективного землепользования, а внутренние – на обеспеченность ресурсами производства, экологически и экономически. Следующие – это показатели эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Здесь мы выделили три группы показателей – экономические, экологические, социально-экономические, которые включают в себя валовую продукцию на единицу земельной площади, урожайность посевов, продуктивность животных, валовый чистый доход на единицу площади, прибыль от реализации сельхозпродукции на единицу площади и дифференцированный доход. Экологически здесь объем недополученной продукции на эродированных, засоленных, кислых и загрязненных почвах, затраты, необходимые для восстановления плодородия почв, улучшение качественных параметров почв, содержание гумуса, кислотность и степень эрозии. Социально-экономические – это увеличение доходов населения, оплата труда, сохранение и увеличение рабочих мест, уровень занятости, обеспеченность жильем, уровень благоустройства и социальная инфраструктура. Экономическая составляющая в данном случае, она включает в себя институциональные основы, как я уже говорила. Экологическая составляющая – здесь мы предлагали внедрение адаптативно-ландшафтного земледелия, которое учитывало бы особенности каждого региона и тем самым обеспечивало восстановление и использование земельных и других природных ресурсов. Социальная составляющая в системе данных показателей мы здесь ставили мотивом повышения уровня доходов и улучшения условий проживания сельского населения, создания новых рабочих мест и формирования мотивации и системы стимулирования землепользователей. Особую роль в реализации повышения эффективности сельского хозяйства играет создание совершенной системы землевладения и землепользования на основе развития рынка земель сельскохозяйственного назначения. Основой функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения является отношение земельной собственности в сельском хозяйстве. Из общей площади находящейся частной собственности на земле сельскохозяйственного назначения на сегодняшний день приходится 33%. То есть площадь земель по сравнению с предыдущим годом, мы рассматривали по идее 2020 год, по сравнению с 2019 годом площадь земель находящих частной собственности в целом по республике уменьшилась на 46,6 тысяч гектаров. В основном все частные земли сосредоточены в крестьянских фермерских хозяйствах. Как вы знаете, что решение правительства Казахстана о начале продажи сельскохозяйственных земель в июле 2016 года, оно высвало общественный резонанс. И вообще, по сути дела, в 2014 году, когда была проведена инвентаризация, было выявлено около почти 7,5 миллиона гектар неиспользуемых земель. А 99,5 миллиона гектар, это почти 98% земель, оно находилось в долгосрочной аренде. Частная собственность была оформлена только на 1%. И возможность приобретения земель в сельскохозяйственном назначении, она должна была в первую очередь стать стимулом для землепользователей, у которых земельные участки находились на условиях долгосрочной аренды. То есть изначально, когда мы ставили научную гипотезу, мы предполагали, что земля в руках у собственника, она будет использована. У нас ввели... Уже говорила. То есть от начала формирования рынка земли в Казахстане и в течение этого периода 10-15 лет сельскохозяйственные земли в рыночный оборот не были достаточно введены. Поэтому мы не могли говорить таким образом об эффективном рыночном обороте. После отмены моратория мы считаем, что есть 4 сценария, как может развиваться земельный рынок сельскохозяйственных земель. Полное снятие ограничений на продажу сельскохозяйственных земель в частную собственность. Возможность продажи сельскохозяйственных земель в частную собственность с определенными ограничениями по размеру площади. Либо возможность продажи сельскохозяйственных земель в частную собственность с ограничениями для иностранных землепользователей. Либо может продолжиться практика закрытого рынка сельскохозяйственных земель. Но при всем при этом мы должны учитывать и зарубежную практику регулирования рынка сельскохозяйственных земель. Нами в работе был проведен анализ. И анализы зарубежной практики показывают, что в большинстве стран, как вы можете видеть, вне зависимости от доли аграрного сектора ВВП страны, государство практически не вмешивается в процессы ценообразования на земли сельскохозяйственных назначений. Как вы можете видеть из таблицы, за исключением Сербии, в большинстве европейских стран и США допускается приобретение сельскохозяйственных земель в частную собственность. Есть определенные различия в минимальных сроках аренды земли и в наличии и размерах налога при продаже земли в частную собственность. Исходя из анализа, литературного обзора и проведенного исследования, мы выявили критерии хорошо функционирующего рынка земли. То есть четыре критерия. Это эффективность. Система управления рынка земли поощряет быстрое развитие и транзакцию земли. Это справедливость. Система управления рынка земли должна обеспечивать объективный доступ всем слоям населения, независимо от уровня достатка. Данный критерий должен ограничить пользование, вообще понятие латифундистов. То есть в нашей стране у всех должен быть доступ на то, чтобы приобрести земельные участки. Экологическая сознательность. Система управления рынка земли должна защищать все возобновляемые ресурсы для блага текущего и будущего поколений. То есть это все входит в рамки целей устойчивого развития. И совместимость. Система управления рынка земли должна быть интегрирована с другими законами и регламентами, такие как планирование, налогообложение и обеспечение общественной инфраструктуры и сервиса. По второму защищаемому положению на сегодняшний день, по данным сводного аналитического отчета о состоянии и использовании земель за 2020 год, сельскохозяйственные земли занимают 108,6 миллиона гектара земли, землезапасы 93,6 миллиона гектара, что составляет более 75% земельного фонда страны, а на долю остальных категорий приходится около 25%. При реформировании земельного сектора экономики в 1991 году в Казахстане практически сразу начались пересмотр и перераспределение земельного фонда. Земли сельскохозяйственных предприятий на тот момент были основополагающими, то есть они занимали 80% территории. После реформ они были перераспределены и пополнили, в том числе и земли населенных пунктов, которые территориально увеличились почти на 90%. За период реформирования сельскохозяйственных предприятий в 1991-2020 год вы можете видеть, что площадь земель сельскохозяйственного назначения незначительно сократилась. Практически после принятия земельного кодекса можете видеть незначительный рост площади земель. Динамика изменения площади пашни, а пашня является основной, мы рассматриваем пашню, потому что проект был в условиях орошаемого земледелия. Поэтому данная схема показывает динамику изменения площади пашни и залежи, показывает, что при сокращении площади пашни увеличивается размер залежных земель. И наоборот, с ростом площади пашни идет уменьшение площади залежи. Наиболее представительными в составе угодий в Казахстане являются по пашне, это Северные области и регион Алматинской области. 19 июня 2018 года постановлением правительства Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую. Здесь значительно произошло территориальное изменение. На сегодняшний день территория Туркестанской области составляет 117,3 тысячи квадратных километров. Область находится в достаточно выгодном транспортном пересечении между Узбекистаном и южными и юго-западными областями Казахстана. В составе области на сегодняшний день 17 районов, 7 городов и 171 сельский округ, 90-32 сельских населенных пункта. Весь земельный фонд расположен в природных зонах, характеризующихся теплым климатом, и в южной части земледелия возможно в условиях регулярного орошения. В северных районах области возможно багарное земледелие, которое требует комплексных мер по сохранению влаги в почве, а полупустынные зоны используются как оридные, низкопродуктивные пастбища для животноводства. За период реформирования сельскохозяйственных предприятий в 1991-2005 году площадь земель сельскохозяйственного значения по области сократилась практически на двое. Далее мы рассматривали состав хозяйствующих субъектов в аграрном секторе Туркестанской области. На сегодняшний день крестьянских фермерских хозяйств занимает площадь около 2000 гектар. Средние размеры крестьянских фермерских хозяйств колеблется около 25-30 гектаров, в среднем это около 28. Сельхозкооперативы занимают, конечно, больший размер, это около 615 гектаров. На долю сельхозкооперативов приходится около 1142 сельскохозяйственных кооперативам. Площадь сельскохозяйственных угодий на сегодняшний день Туркестанской области около 10 тысяч гектаров, всего из них пашни получается 916 тысяч, из нее орошаемые 456 тысяч гектаров. Валовый сбор вы можете видеть на данной таблице, то есть больше всего данный регион базируется на хлопке, на овощах и на бахчевых культурах. И временами бывают, что они в обороте используют технические культуры и плодово-ягодные. Производство продукции животноводства. Получается, мясо КРС уходит на 222 тысячи тонн, молоко у них получается на 726 тысяч тонн, но в основном Туркестанская область в результате исследования было выявлено, что животноводством практически маленький процент занимается чисто животноводством. Как показало исследование, в основном они занимаются растеневодческой продукцией, либо смешанной. Структуру валовой продукции в разрезе категории хозяйства вы можете видеть на данной таблице. Для построения и обоснования параметров крестьянско-фермерского хозяйства нами была использована экономико-математическая модель с использованием 30 показателей. При этом мы учитывали площадь тенокоса, пастбищ, площадь посева товарной пшеницы, потому что были хозяйства, которые использовали площадь посева ичменя, овса, площадь многолетних трав. В хозяйствах, которые практиковались на смешанной растеневодческой, животноводческой, мы использовали объемы молока, мяса, поголовья коров, поголовья молодняка, овец и коз и лошадей. В конечном итоге мы использовали данные формулы по использованию сенокосов, по пастбищам, по использованию грубых кормов, по использованию сочных кормов. Итого, мы использовали 35 математических формул. Получилось так, что фактически на одном хозяйстве мы рассмотрели фактически размер крестьянского хозяйства, если 120, то оптимальным показателем было бы, чтобы у них размер с площади сенокосов был 500, площадь пастбищ не 800, а 2500, площадь посева товарной пшеницы, чтобы не 40, а 60. Таким образом, мы вывели оптимальный размер крестьянского хозяйства. И взвешенный показатель пара квадрата. Он должен исходить из количественных показателей содержания гумуса в верхнем слое почвы, мощности гумусового горизонта, содержания гумуса в гумусовом горизонте и содержания физической глины в пахотном слое. Но в силу того, что проект уже заканчивался, как бы экспериментально проверить, как себя поведет данный показатель именно на примере каких-то определенных предприятий у нас не было возможностей. Но сейчас идут переговоры о том, чтобы написать проект и попробовать посмотреть. Далее нами было выведено фермерских хозяйств в нашем регионе. Почему именно крестьянские хозяйства наиболее эффективны в данном случае? Сильная сторона – это то, что наличие уникального биоклиматического потенциала, наличие достаточного количества посильных площадей, имеющаяся научная база, развитая транспортная сеть, наличие МТС, обеспечение техникой на лизинговой основе, льготные кредитные ресурсы на проведение весеннеполевых и уборочных работ. Слабая сторона – это то, что низкая техническая оснащенность, это устаревшая техника, как обычно у нас, нарушение почвозащитной системы земледелия, что приводит к снижению плодородия земель, несоблюдение агротехнических сроков выполнения работ, норм сушки, хранения, транспортировки, несовершенная структура производства сельхозпродуктов, недостаточных денежных средств на приобретение сертифицированных семян, удобрений, гербицидов, сельхозтехники, диспаритет цен на сельхозпромышленную продукцию, труднодоступность кредитов. Возможности здесь, рост спроса на сельхозпродукцию в результате выхода на новые рынки, увеличение финансовых вложений государства, сельское хозяйство, развитие биржевой торговли, увеличение урожайности сельхозкультуры, продуктивности животных за счет внедрения зональной системы введения на сельхозпродукцию, обеспечения высокого качества сельскохозяйственной продукции и оптимизации структуры пассивных площадей, укропнения размеров производства. Угроза здесь снижения плодородия почвы, неблагоприятные погодные условия, широкое распространение инфекционных болезней растений и животных, рост цен на энергоносители, удобрения, снижение цен на сельскохозяйственные продукции, изменение конъюнктуры мирового рынка и развитие монополизированных структур. Стратегическое направление повышения эффективности крестьянских фермерских хозяйств нами видится как через свод стратегию. Это СО-стратегия, то, что мы предлагаем крестьянским фермерским хозяйствам, при том, что крестьянские фермерские хозяйства являются наиболее эффективными землепользователями, мы предлагаем развитие кооперирования их и усиление концентрации производства не на смешанном, а на одном, либо на растеневодстве, либо на животноводстве. ВО-стратегия показывает соблюдение научно обоснованной системы введения сельского хозяйства, то есть это ротационный севооборот или четырехпо-ротационный севооборот. Интенсификация сельскохозяйственного производства. СТ-стратегия показывает это совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы, это усиление государственной финансовой поддержки и внедрение инновационных разработок в области и проблема в том, что как выявить неэффективного землепользователя, она наиболее остро стоит, потому что здесь еще и стоит острый коррумпированный вопрос, потому что по законодательству комиссия должна приходить раз в три и раз в пять лет, но на самом деле там определенный такой долгий... ...орган, который бы мониторил и контролировал эффективное использование сельскохозяйственных земель. Здесь была бы функция, это сбор, анализ сведений о неэффективном использовании сельхозугодия, это проверка выявленных фактов неэффективного использования сельхозугодий, затем это оценка нанесенного ущерба именно тому земельному участку, затем подготовка пакета передачи в суд, само изъятие земель у недобросовестного... ...данный вопрос очень актуален. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Прошу прощения. Микрофон выключился. Вопросы к соискателю по работе, пожалуйста. Извините, все-таки можно заключение на слайд вывести? Да, тоже хотела попросить. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... И эта модель была применена в одном крестьянском хозяйстве, но данную методику можно проводить и в других районах области. Продолжение следует... И именно такие хозяйства, отдельные из которых... Некоторые из них доходят до 2000 гектаров земли, именно они должны составлять основу фермерского движения в Казахстане. И на базе таких крупных хозяйств должна происходить интеграция мелких крестьянских хозяйств. Продолжение следует... 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 Вы показали в результатах исследования, по-моему, восьмая таблица, там оптимальные размеры крестьянского или фермерского хозяйства. Вот вы выявили оптимальные размеры крестьянского хозяйства. И что дальше с ними делать? Были ли от вас рекомендации для этих крестьянских хозяйств? Хорошо, спасибо, Канай Бахович, за вопрос. Все вопросы, да? Хорошо. Гурсим Султанова, Тульбека Жан-Цейкенова. У меня тоже два вопроса будет. Скажите, пожалуйста, ваши исследования внедрены в производство? Если они внедрены, то куда? И ваш личный вклад по провоциям в результаты в ваши же исследования? Спасибо. У меня тоже вопросы имеются, уважаемые коллеги. Здравствуйте еще раз. У меня вопрос, тоже два вопроса буквально. Первый вопрос, как выявляют неиспользуемые земли? Второй вопрос, как неиспользуемые земли изымаются в государственную собственность? Есть еще желающих? Да, я просто задам. Амиржан, уважаемые доклады, доктор Баевна. Первый вопрос по вашему докладу. Получается, выведена какая-то система факторов эффективности использования сельскохозяйственных угодий. Вот второй вопрос, могли бы подробнее рассказать о вашей модели, математической, экономической модели? Это на работе. Это на работе. Что-то новое. Еще? Пожалуйста. Проводили ли его исследования по водным ресурсам? Да, водным ресурсам. По эффективности использования водных ресурсов имеется в виду? Угу. 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 Можно, будет, и я тогда два вопроса задам. Вот все-таки, какие факторы влияют на рыночную стоимость сельскохозяйственных земель, сельскохозяйственных угодий? Какие факторы влияют на рыночную стоимость сельскохозяйственных земель? И второе, значит, я почему этот вопрос задаю, вы, наверное, понимаете. Все-таки на частную собственность земли у нас не очень охотно покупают. Всего на сегодняшний день чуть больше 1% сельскохозяйственных угодий находится в частной собственности, то есть выкупленной рыночной. Какие методы существуют по определению рыночной стоимости земли, какие вы методы применили, посчитали ли где-то, раз вы оптимизацию проводили, значит, и какие-то были стоимостные эти, применялись, то есть показатели. Вот два факта, два вопроса. Записали, да? Угу. Пожалуйста. Все, да? Если вопросов нет, я, наверное, приступлю. Еще будут вопросы? Или уже все? Как там у нас коллеги? Можем? Достаточно, да? Пожалуйста, тогда можете... Если никто не против, я вопрос, ответы начну с вопросов Айжана Слубековна. Айжана Слубековна, спасибо большое. Значит, вопрос, как выявляются неиспользуемые земли, да? Вообще, выявлением неиспользуемых земель, которые не используются, да, с нарушением законодательства, да, занимаются уполномоченные органы представительства комитета по управлению земельными ресурсами именно по районам. Процедура, она включает в себя обследование земельного участка, да, выезжает комиссия, контроль за исполнением условий заключенных договоров аренды. И уже потом выводится заключение, что земля используется там неэффективно, не рационально. И также, помимо этого, еще используются данные дистанционного зондирования земли из космоса, если это обширные большие гектары у хозяйств. Второй вопрос, как неиспользуемые земли изымаются в государственную собственность? Как вообще мне в комитете объяснили, при выявлении вот этого земельного участка они предоставляют сводную информацию в местные исполнительные органы, да, для проведения проверки. Затем собирается комиссия, и по результатам заключения этой комиссии землепользователь, да, или недобросовестный собственник данного участка, он привлекается к административной ответственности, и ему как бы выдается предписание сроком на один год. Вот так вот. Теперь к вопросу Канай Бахыточа. Канай Бахыточ, спасибо за вопрос. Я ожидала такой вопрос от вас. В общем, что само по себе такое экономическая эффективность, да, и вообще как она? Экономическая эффективность, если своими словами, это уровень... Максимально каждого земельных участков, либо землепользователями, да, в процессе производства сельскохозяйственной продукции, эффективного использования земельных ресурсов, которые включают недопущение снижения плодородия почв и миллиаративного состояния земель. По вашему второму вопросу, что мы предложили крестьянско-фермерскому хозяйству, да, то есть мы высчитали оптимальный размер для данного КФХ. Так как КФХ недостаточно большое, мы предложили ему укрупниться за счет рядом расположенного фермера, скооперироваться и вместе работать. То есть в данном случае будет уровень прибыли поднимется, и господдержка будет в два раза как бы больше. А насколько она достоверна? Насколько достоверна мы не можем сказать? Ну как бы это же желание фермера укрупняться или не укрупняться. Мы просто порекомендовали, а если уж там он захочет укрупняться, это его дело. Просто знаете, как мы рассказывали опыт немецких коллег, мы были в Германии у фермеров, на фермерских полевых испытаниях, и они говорят, что у нас это без проблем, то есть мы как бы можем скоперироваться с рядом стоящим фермерским хозяйством, нам выгодно вместе работать, мы один сезон вместе работаем, все хорошо, все классно, у нас прибыль поступает, мы дотации от государства получаем, все супер. И если между нами возникают конфликты, мы можем разбежаться, и каждый работает в принципе по отдельности. Но у нас есть еще понятие менталитет, поэтому я не знаю, работает ли данное крестьянское хозяйство сейчас по предложенной рекомендации или нет, я не могу сказать. Так, теперь к вопросу у Киля Керимны. Со второго вопроса, наверное, начну, да? Все конкурентную среду и определение наиболее вещества. вероятного покупателя. Затратный определяет стоимость с позиции потенциальных затрат. По вашему первому вопросу, от каких факторов зависит рыночная стоимость? Ну, рыночная стоимость земли зависит от многих факторов, конечно же. Одним из наиболее значимых ценообразующих факторов, это является назначение земли, ее разрешенное использование. У нас, так как делится сельскохозяйственный, промышленный, лесной, водный фонд, то, соответственно, здесь и стоимость, в зависимости от группы, она и там разные группы факторов. На ценность именно земель сельскохозяйственного использования, оно определяется такими понятиями, факторами, как возможно использование участка. То есть это пашня, пастбище, плодородие, почвы. Также мы применяем балбонитета, хотя достаточно сейчас считают, что неправильно это использовать, довольно устаревшая методика. Нужно пересматривать саму методику определения балбонитета, но мы как бы не можем пока от этого отойти. Поэтому вот такие вот факторы. Так, по вопросу Рышан, можно к вам так обращаться? Проводились ли водные ресурсы? Вообще в проекте предусматривалось изучение водных ресурсов, но это занималась другая группа исследователей. В моей части, в моей компетенции это не входило, но там тоже довольно были интересные темы, но они в основном рассматривали ассоциацию водопользователей. Там шло сравнение ассоциации водопользователей, как она работает в Узбекистане и в Казахстане, так как проект был на территории двух государств. Мы смотрели, вернее, та группа исследователей смотрела, как работает вообще ВУА на территории Южно-Туркестанской области и на территории Самаркандской области в Узбекистане. Там были тоже интересные проекты, если хотите, можем дать почитать отчеты. Так, по вопросу... Мой личный вклад, наверное, тот, что выступление на конференциях, само участие в исследовании. Исследование было довольно-таки интересное, так как был проект международный, там предусматривалось обучение, фермерские полевые исследования. Это новые методы исследования, которые ранее не использовались. Это анкетирование фермеров, это интервьюирование этих стейкхолдеров. То есть все результаты, все выводы, они вот как бы мною самостоятельно получены и, надеюсь, с учетом новизны и так далее. По вопросу Жанны Токторбаевны, да, по-моему, система факторов Жанны Токторбаевны, по вашему вопросу, да, система факторов эффективности использования сельскохозяйственных угодья была. нами предложена. Мы учитывали здесь, получается, три группы факторов. Это экономическая, экологическая и социальная. Экономическая, но само собой понятно, мы учитывали еще экологическую, потому что все-таки вопрос рационального исследования, использования земли рассматривался, восстановление плодородия, повышение плодородия почвы. И социальную мы рассмотрели, потому что нужно было мотивировать людей, и оставаться на селе, потому что население на данный момент в которых целыми семьями, да, они работали. Экономика математическая. Данная модель, она работает, как получается, мы учитываем все показатели, да, то есть это производство и растеневодческой отрасли, и животноводческой отрасли, и все это, причем еще мы учитываем и трудозатраты, и фондовооруженность, да, и данная модель, она должна была показать комплексное влияние всех-всех-всех-всех-всех-всех этих показателей и вывести, привести к максимизации прибыли с учетом эффективного использования, вернее, с учетом рационального использования земли. Ну вот результат мы предложили хозяйству, как бы вывели, но как оно будет работать на самом деле, никто, как бы, это не внедрено в производство, понимаете, ну, как бы, в одно крестьянское хозяйство введено, но будет ли оно дальше практиковаться и применяться, это уже, как бы, мы не знаем. Они как бы дали, да, все классно, все супер, мы будем работать, но это же мы не можем никого заставить. Да? Как вы считаете? Еще, может, дополнительные вопросы будут, если нет? Можно я? Да, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Я надеюсь, что меня слышно. Слышно, слышно. Во-первых, да, прошу прощения, что видите, тут технически иногда связь не всегда устойчивая, но вопрос у меня будет вот какой. Скажите, пожалуйста, в какой степени влияет форма собственности на эффективность использования сельскохозяйственных земель? Вопрос ясен? Вопрос ясен. Спасибо большое за вопрос. Как я уже говорила, изначально научная гипотеза диссертационного исследования в рамках проекта складывалась так, что с частной собственности земля будет использоваться наиболее эффективно. Но так как очень мизерный процент земель находится в частной собственности, практически 99% в аренде у нас, и тем более на территории исследуемого региона, мы не могли эту гипотезу проверить. Да, конечно, на мой взгляд, как исследователя, я считаю, как исследователя, может быть, как фермера, я считаю, что если земля, она своя, родная, ты будешь за ней следить более тщательно, ты будешь не выжимать из этой земли максимум, и не думая о том, что там останется твоим детям, а бережно относиться, учитывать все обороты, научно подходить ко всем мероприятиям. Мне кажется, все-таки в частной собственности земля наиболее эффективна. Спасибо, спасибо. Будут еще вопросы, Василий Иванович? Нет, нет, достаточно. Можно еще вопросы? Вот, пожалуйста, еще вопросы. Скажите, пожалуйста, по теме диссертации, вы участвовали в грантах финансирования или в программе целирует финансирование? Вы где участвовали? Это был международный проект, изначально с немецкими коллегами и с коллегами из Узбекистана, и в рамках этого проекта как бы получилось и сложилась данная тема. Так как данный проект, он рассматривал три аспекта, в категориях, да? Так, уважаемый член диссертационного совета, как вы считаете, будут ли еще вопросы? Ирина, перейдем к следующей процедуре. Спасибо большое. Спасибо, пожалуйста. Теперь слово предоставим руководителям докторской диссертации. Слово предоставляется научному консультанту доктору технических наук, профессору кафедры земельной ресурсы и кадастр на Казахской национальной аграрной и сельской университет. Пятай, вот у любви Пятая еще для оглашения. Спасибо. 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 Уважаемые члены сельскохозяйственного совета, я хочу подчеркнуть подзыв как научно-исководитель на диссертационную работу Пайт Пхожаевой Гульчин Султановна на тему эффективности использования сельскохозяйственной воды в условиях развития земельного рынка в Казахстане на материалах Туркестанской области. Обоснование актуальности на работе и значимости для современной науки и практики. На сегодняшний день в Казахстане наиболее острые проблемы. Так как от нее зависит уровень производства сельскохозяйственной продукции, продовольственной безопасности и материальной земельного продукции всех слов и населения, независимо от регионов их проживания. За перед реформированием земельной собственности и с появлением собственных землепользователей изменилось отношение к использованию земли и стали наблюдаться в процессе снижения политических угодов и их деградации из-за несоблюдения научно-обоснованных систем земледелия и сменного возделения культуры. Это вызывает необходимость изучения процесса формирования и развития рынка земельных сельскохозяйственных значений. Во многих законодательных актах Республики Казахстана, в том числе в земельном кодексе РК в рамках пяти инвестиционно-президентских реформ «Индустриализация и экономический рост» плана «Нация-100» конкретно еще во принятые меры введения в рыночный оборот земель в связи с назначением сельев и эффективность использования. Однако до сих пор не решена в стране проблема рациональной использовании сельскохозяйственных земель. За последние годы несколько лет износительно сократилось количество вносимых минеральных и органических удобрений, что обусловлено сказывается на почвенном плодороде, который приводит к истощению сельскохозяйственных оборотов и к снижению объема производства сельскохозяйственных продукций, что дестабилизирует разбитое агропромышленное производство не только в настоящее время, но и в будущем. Все это условно-необходимость исследует отборожающим теоретические и практические аспекты эффективности сельскохозяйственных оборотов в условиях развития земельного рынка и определила актуальность данной дистанционной работы. Основные научные и метеорологические положения. В работе использованы труды многих отечественных зарубежных ученых, посвященных к вопросу реформирования земельных отношений и эффективности использования сельскохозяйственных земель в условиях развития районных отношений. Законодательные и нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам функционирования сельскохозяйственных производителей и земельных отношений. В процессе проведения исследований были использованы методы системного анализа, сравнения, обобщения, математически моделирования, экономические и интенсивные обработки и другие. В информационной базе исследований явились официальные материалы Комитеты по статистике, Комитеты по управлению земельными ресурсами, Акиматов, областей и районах, Департамента статистического статистического областа, а также научных учреждений. В условиях перехода к граничной экономике особый значение превратает механизм экономического регулирования управления земельными ресурсами, реализуемый через соблюдение экономических интересов государства, землеводовительств и землепользователей. По мнению соискателя, основные противоречия действующих хозяйственным механизмам в агропромышленном комплексе лежат в область отношения собственности и эквивалентности обвели результаты хозяйственной деятельности объекта граничного взаимодействия. Она считает, что переход к граничной экономике об условиях необходимости коренной изменения права экономического регулирования земельных отношений, которые требуют новых обоснованных терапевтических и методологических подходов к решению существующих проблем, учитывающих социально-экономические условия воздействия региональных особенностей. Докторанты в работе активно используются государственные регламы ТРК, международные научные квалификации, а также материалы международных конференций. Полученные докторанты научные результаты и их обоснованности. Уточнены теоретические и методологические понятия концепций рациональной эффективности в сельскохозяйственной эффективности, то есть экологический, социально-экономический. Разработаны системы факторов и показатели эффективности использования сельскохозяйственного года. Выявлены преимущества фермерских хозяйств и эффективности использования сельскохозяйственного года. Предложены основные направления стимулированного рационального и эффективности использования сельскохозяйственного года. Обоснованность и достоверность научного положения и выводов полностью отвергаются результатами собственных исследований. Структурная цельность и диссертация. Выводы системы работы от Хожаевы определена цель, сформулирование исследований, исследовательские и четкие задачи. Получен результат исследований в согласии с решаемыми задачами. Выводы системы работы от Хожаевы определены цель, сформулирование исследований, исследовательские и четкие задачи. или при ее участии и представленном в табличном графическом виде, опубликованном в научных журналах и материалах международных конференций. Докторантам проведена оправдация практических результатов на различных конференциях. Заслушивались наученные советы института о грамм развития в странах с перехватной экономикой Емель-Евница, Яма, на кафедре земельных ресурсов и кадастров Казнауэль. В качестве докторанта как исследователя проведена методами научных исследований. В ходе обучения и выполнения дистрициальной работы докторант проявил себя как ответственный, грамотный исследователь, обладающий навыком работать с литературой, умением делать выводы. Докторант сможет в будущем самостоятельно и профессионально проводить научно-институтскую работу. И в заключении дистрициационную работу выполнена автором самостоятельно и соответствует основным требованиям паспорта специальности 6D-0907-00-катастроф. По актуальности, содержанию и новизне отвечает требованиям правил предсуждения степени, предъявляемых к диссертациям на соискание степени доктора ПЕЗД. И автор заслуживает предсуждение степени доктора Философ ПЕЗД по специальности 6D-0907-00-катастроф. Спасибо большое. Слово предоставляется соискателю для ответа. Второй руководитель, Канад Маратович Тиреев, к сожалению, не успевает. Его вызвали по работе срочно. Разрешите мне зачитать отзыв научного консультанта, академика НАНРК, доктора экономических наук, профессора, кафедры менеджмента Рензенса Горбинцева-Сказна, Тиреева Канад Маратовича для оглашения отзыва. Актуальность темы исследования, ее связь с общенаучными и общегосударственными программами, запросом практики развития науки и техники. После реформирования земельной собственности и появления огромного числа собственников, землепользователей, изменилось отношение к использованию земли. Все чаще стали наблюдаться процессы снижения продуктивности угодий и их деградации. Плодородие из-за несоблюдения научно-обоснованных систем земледелий, бессменного возделывания культур. Это вызывает необходимость изучения влияния этих факторов на повышение эффективности угодий. Оттожаева говорит. Поставила задачу исследовать причины нерационального использования сельскохозяйственных землей, а именно неэффективного использования сельскохозяйственных угодий в Туркестанской области. Все это обусловило необходимость исследования теоретических и практических аспектов повышения эффективности использования сельскохозяйственных угодий в условиях развития земельного рынка и определило актуальность темы диссертационного исследования. Теоретическая и битератологическая основа, проведенная исследованием по проблемам рационального использования земельных ресурсов для сельскохозяйства в годе, послужили трудами зарубежных отечеств, ученых и аграрников по совершенствованию методов повышения эффективности использования сельскохозяйственного в годе. В процессе проведения исследований были использованы методы системного анализа, сравнения, обобщения, экономико-статической обработки информации и т.д. Целью исследования диссертационной работы является обобщение теоретических положений по повышению эффективности использования сельскохозяйственного в годе и разработка рекомендаций по совершенствованию экономического стимулирования эффективно-рациональной использования сельскохозяйственного в годе, полученные докторантом научные результаты и их обоснованность. Уточнены теоретические и методологические понятия концепции рационально-эффективной использования сельскохозяйственного в годе, на основании которых выделены три составляющих фактора эффективности – экологический, социально-экономический. Вопрос. 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 В В диссертационной работе Айтхажаева определены целые исследования, сформулированы исследовательские четкие задачи. Полученные результаты исследований согласуются с решаемыми задачами. В выводах диссертации отражены результаты по всем поставленным задачам исследования. Разработаны рекомендации направлены на решение научно-практических составляющих диссертационного исследования. Разделы диссертационной работы характеризуются наличием связи внутреннего содержания и выводов в рамках решения вопроса повышения эффективности использования из хозяйства в годе. Личный вклад докторанта в исследования. Все результаты вывода представленной диссертации получены сформулированными личностными соискателями в результате проведенных исследований. Давая оценку личности и качества докторанта, следует отметить, что такие ее качества, как цели, струмленно собраны соответственно способны поставить решение задач, постоянному поиску новых путей решения и поставленной проблемы. Считаю, что перед работой на диссертацию Айтхажаева сформулировалась как ученый, способный грамотно использовать имиджно-стерлические знания и практические навыки к преследованию проблем с земельных отношений. Диссертационная работа Айтхажаева на тему эффективности использования из хозяйства в годе в условиях развития земельного рынка в Казахстане на материалы в Южно-Казахстанской области является завершенным научным исследованием, соответствующим требованиям правил присуждения степени предъявляемых диссертаций в соискании степени доктора ПИЖД, а автор заслуживает присуждение степени доктора философии ПИЖД по специальности 6D-090-100-700 кадастов. Отзыв научного консультанта зарубежного, доктора экономических наук, профессор Мартин Петрик. Актуальность темы докторской диссертации определяется тем, что результаты сельскохозяйственного производства зависят от эффективности использования имеющихся ресурсов и в первую очередь земли. В современных условиях важным элементом эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения является участие в этом процессе всех участников земельного рынка – землевладельца, землепользователя, государства, оказывающего финансовую поддержку сельскохозяйственных предприятий в рамках государственных отраслевых программ. В своей работе докторант изложила методический подход к изучению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, оценила тенденции эффективности использования земель сельскохозяйственными в Туркестанской области, определила критерии факта эффективности, предложила направление повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. С учетом, исходя из анализа литературных источников, Айтхожаева выделяет основные исследовательские задачи и предлагает их практическое или научное решение. Полученные результаты представлены в виде табличного и графического материала. Работа полностью соответствует всем требованиям к оформлению диссертации на соискании ученой степени доктора философии по специальности 6D 0709-00 «Катастроф». Исследование проявлено лично по ее инициативе. Все выводы и заключения были сделаны независимо. В диссертации рассматривается очень важная тема – эффективность использования сельхозугодия. Вопрос эффективного землепользования, дальнейшего развития рынка земли в Казахстане на сегодняшний день является очень дискуссионным. Поэтому диссертация будет интересна специалистам данной области. Я считаю данную работу актуальной, имеющей практическое значение и научную новизну. Также я подтверждаю, что госпожа Гульсом Айтхожаев участвовала в качестве аспиранта в исследовании институциональных изменений земельных и трудовых отношений в ворошаемом земледелии Центральной Азии, поддержанном фондом «Польксванин». Айтхожаева работала в проекте с декабря 2015 года по декабрь 2018 года. На основании изложенного рекомендую докторскую диссертацию Гульсом Айтхожаевой к защите в диссертационном совете Казахско-национального аграрного исследовательского университета по специальности 6D0709-00-кадастер и присуждение ученой степени доктора философии PhD. Спасибо большое. Теперь, наверное, перейдем к слову «Предоставим рецензентам». Слово «Предоставляется рецензенту Бектруганова Агеркея Еденовне, кандидата экономических наук с ассоциированной профессором кафедры географии кадастров и землестройства Казахско-национального университета имени Альфа-Раби». Пожалуйста, Агеркея Еденовна, Вам слово. Добрый день всем присутствующим на защите докторской диссертации Гульсом Асултановной. Видно меня? Слышно? Слышно и видно. Слышно, все. Спасибо, Иванович. Во-первых, я хотела поблагодарить за оказанную честь, ответственную работу рецензентом Гульсом Адкужаевой за назначение рецензента. Хотела поблагодарить Вас теперь по поводу диссертации. Тема диссертации. Первый пункт по критериям. Научная работа в основном исследует проблемы рационального использования земельных ресурсов, определяя тем самым эффективность землепользованности с учетом размеров христианских хозяйств. По мнению ученых в сфере землеустройства, размеры сельхозпредприятий – один из факторов повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Также диссертация соответствует приоритетному направлению науки «Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции» по специализированному направлению «Устойчивое развитие сельских территорий», который утвержден в высшей научно-технической комиссии при правительстве РК. Дальше. В диссертации разработана система «Фактор эффективности использования сельскохозяйственных земель» в соответствии с проведенным исследованием. Определены преимущества крестьянских хозяйств на вопросах эффективного использования сельхозгодии, а также рассматриваются основные методы стимулирования эффективного использования сельхозземель. Работа вносит существенный вклад в науку, а важность работы хорошо раскрыта. Диссертант в работе, анализируя рациональность землепользования, приводит такие проблемы, как сокращение количества вносимых минеральных и органических удобрений, деградации, сокращение площади сельхозгодии, показывает тем самым нерешенные вопросы земельной реформы, обосновывает актуальность проводимых им исследований. Таким образом, тема Кульсом Айк-Быжаева является актуальной и обоснованной. Оцениваемая диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к структуре работ на соискание степени PHD, содержание научной работы отражает тему диссертации. Цели и задачи соответствуют теме диссертации. Рекомендации, приведенные в третьей главе, показывают высокий уровень проведенных анализов для определения оптимальных размеров крестьянских хозяйств, а также влияние природных, экономических, технических и социальных факторов. По Туркестанской области, используя моделирование оптимизационной методой, рассчитан оптимальный размер хозяйства, в котором учтены общие закономерности и местные природно-климатические условия. Научные результаты и положения частично новые, подтверждается международным журналом, входящим, подтверждается публикацией в международном журнале «Базис Кокус». Выводы диссертации являются полностью новыми. Диссертант провел литературный обзор предыдущих исследований на данную тему. Результаты в сравнении с онами в предчувствующих работах аргументированы. Каждый вывод является новым и достоверным, что подтверждается научными публикациями. Технические, технологические, экономические, управленческие решения являются частично новыми и обоснованными. Приведенные подходы уже используются в сфере управления земельными ресурсами, но в исследуемом объекте впервые используются. Докторант в выводе работы обобщил и оценил ключевые моменты, которые базируются на научной точке зрения при применении правдивых способов обработки эпидемических данных, удостоверяющие на уровень и значимость продуктивных данных и приемлемости. Основные положения, которые выносятся на защиту, уточнение понятий экономической эффективности использования сельхозугодий, представление классификации факторов, влияющих на эффективность использования земельных ресурсов. Положение доказано, является новым. Оценка размеров землепользования крестьянских хозяйств в Туркестанской области. Положение доказано, является новым. Третье. Обоснование факторов, влияющих на эффективность использования сельхозугодий в исследовании в регионе. Положение доказано, не является тривиальным, новым. Разработка предложений по стимулированию рационального и эффективного использования сельскохозяйственных семей. Положение доказано, является новым. Результаты исследований доказаны по публикации в научных журналах, в том числе три научных изданий, рекомендованных к СОН, четыре статьи в международных конференциях, одна статья в журнале, входящем в базу Скокус. Теперь хочу перейти на результаты. Основные результаты, определяющие научную новизну диссертаций, заключаются в следующем. В работе хорошо описаны и глубоко изучены теоретические и методологические понятия и концепции рационального и эффективного использования сельхозугодий и выделены три фактора эффективности, такие как экологический, социальный, экономический. Это означает, что докторант очень много литературы изучал и владеет материалом. Разработанная система факторов – это второе положение. Разработанная система факторов и показателей эффективности использования сельхозугодий показывает наличие точных расчетов по диссертации по конкретному участку. Согласно третьим положениям, согласно проведенным исследованиям, выявлены преимущества христианских хозяйств в эффективности использования сельхозугодий среди других видов агроформирования. Это значит, что автор проводил количественный и качественный анализ всех видов агроформирования. В четвертое положение – предложены основные направления стимулирования рационального и эффективного использования сельхозугодий, способ воздействия государства на проблемы использования земельных ресурсов и какие минусы и плюсы в этом направлении имеются, какие государственные программы задействованы и предложены лучшие варианты стимулирования фермеров. Теоретические выводы моделей, выявленные взаимосвязи закономерностные, доказаны и подтверждены экспериментальным исследованием на базе Казна-Ю, а также исследуем в регионе. Теоретические значения состоят в том, что исследование в основном ссылается на экономически-экологически-социальные факторы, влияющие на рациональное использование земель в христианских хозяйствах. Разработана система факторов и показательной эффективности использования сельхозугодий, которые могут использоваться в стратегических программах Комитета управления земельными ресурсами, Минсельхоз. Также теоретические и практические выводы можно применить в ходе подготовки кадров по образовательным программам кадастр, землеустройства и экономика. Также можно использовать в определении оптимальных размеров христианских хозяйств. Магистранты и докторанты могут использовать при написании научных трудов. Теперь заключение. Перед заключением я хотела бы сказать несколько предложений. У меня замечаний нет, только предложения можно сказать. По определению оптимальных размеров хозяйства у меня есть три предложения, да, оптимальных размеров хозяйства, выбранные критерии определения оптимальных размеров хозяйств. Применяется только для христианских хозяйств. Можно было бы показать на разные виды или дифференцировать данный метод на разные виды агроформирования. Еще хотелось сказать, что христианское фермореское хозяйство мы такой термин уже не используем. Можно сказать, христианские хозяйства, да. Еще одно замечание, рассмотренное литературой, считается старыми, в соответствии с новыми стандартами. И имеются некоторые грамматические ошибки и логические связи отсутствуют в некоторых разделах. В данном, тем не менее, диссертационная работа на тему эффективности использования сельхозбодии в условиях развития земельного рынка в Казахстане на материалах Южно-Казахстанской области является завершенным научным исследованием, соответствует требованиям правил присуждения степени, противляемых диссертациям, на соискании степени PHD, а автор Айт Кужаева Кульсом Султановна заслуживает присуждения и степени доктора философии по специальности кадастр. Огромное спасибо, отзыв совершен. Большое спасибо, Анастасия Южно-Казахстана, за подробную вашу рецензию на данную докторскую диссертацию. Слово предоставляется докторанту. Откажаю Гульсом Султановне. Анастасия Южно-Казахстана, большое спасибо за такую хорошую рецензию. Ваши предложения, рекомендации я принимаю, знаю, исправлю. А насчет того, чтобы не только крестьянские хозяйства рассматривают, но и другие организации АПК, я думаю, это будет стимулом для дальнейшего, может быть, даже совместного научного проекта. Спасибо большое. Спасибо. Удачи. Спасибо большое. Слово предоставляется рецензию Ахметовы Нагимазейнуловне, кандидата Крымских наук доцентов к актергенезии и картографии Евразийского университета имени Гумилева. Уважаемые члены диссертационного совета, разрешите зачитать свою рецензию на докторскую диссертацию от Хлажаева Игульсин Султановна на тему эффективности использования сельскохозяйственных угодий в условиях развития земельного рынка в Казахстане на материалах Южно-Казахстанской области, представленную на соискании степени доктора ПИЖИ по специальности 6D0907-00-кадастер. По новому положению сейчас рецензия состоит из 10 критериев. Я постараюсь кратко остановиться на каждом, дабы не занимать ваше время. Первый критерий – это тема диссертации, соответствует ли направлениям развития науки и государственным программам. Тема диссертации направлена на исследование вопроса эффективности использования сельскохозяйства для науки и соответствует приоритетным направлениям развития науки, а именно это направление устойчивого развития АПК и безопасности сельскохозяйственной продукции. Как было уже озвучено выше, данная работа является частью проекта AgriChange. Это что касается первой критерии. Диссертация соискателя направлена на решение актуальной научно-практической проблемы, имеющей важные социально-экономические и хозяйственные значения для экономики Казахстана и полученные соискателем в работе научно-обоснованные результаты, вносят существенный теоретический и практический вклад в решение задачи повышения эффективности сельскохозяйственных угодий. Третий критерий – принцип самостоятельности. При выполнении диссертационного исследования соискатель выдержал принцип самостоятельности, что позволяет говорить о том, что уровень самостоятельности высокий. Четвертый принцип внутреннего единства, он состоит из пяти пунктов. Я кратко прочту каждый из них. Значит, соискатель достаточно обосновал, что от рационального и эффективного использования зависит в целом экономическое состояние аграрной сферы и перспективы ее развития. Но, однако, без соответствующей поддержки со стороны государства у большинства сельскохозяйственных организаций нет достаточных ресурсов для повышения эффективности землепользования. Изучение и обобщение сведений о деятельности сельскохозяйственных организаций Туркестанской области, хочу отметить, что по республике здесь самое большее количество сельскохозяйственных организаций, позволило автору объективно подойти к поиску направления повышения эффективности использования ими сельскохозяйственных угодий. И таким образом, актуальность выбранной от Хожаевой темы является обоснованной. Рецензируемая диссертация соответствует требованиям, предъявляемым к структуре работы на соискание степени доктора философии ПИЧДИ. Содержание диссертации полностью отражает тему диссертации. Цель и задач соответствуют теме диссертации. Все главы диссертационной работы логически взаимосвязаны, дают полное представление о предмете и объекте научного исследования, а также о его результатах. Предложенные практические рекомендации по повышению эффективности использования сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственными организациями АПК определяют достоверность и новизну диссертационного исследования. Все они аргументированы и оценены по сравнению с известными решениями, то есть критический анализ есть. Пятый принцип научной новизны. Научные результаты и положения являются частично новыми. Новизна работы подтверждена публикацией в рейтинговом международном журнале индексированной базе Scopus. Выводы диссертации являются полностью новыми. Соискатель провел литературный обзор предыдущих исследований. Предложены результаты аргументированные и оценены в сравнении с предшествующими. Каждый вывод является новый, достоверный, что подтверждается научными публикациями. Технические, технологические, экономические или управленческие решения являются частично новыми и обоснованными, так как данные методы широко применяются в исследуемом вопросе. Однако для Туркестанской области она применяется впервые. Шестой критерий обоснованности основных выводов. Соискатель заключения работы обобщил и анализировал основные выводы, которые основаны с научной точки зрения. При использовании достоверных методов обработки экспериментальных данных, указывающих на уровень и ценность результативных данных и приемлемость. Седьмой критерий – это основные положения, выносимые на защиту. Их, как уже ранее озвучили, было четыре, поэтому я скажу в общем, что все четыре выносимых на защиту положения были доказаны, являются новыми, и их уровень для применения широкий, что доказано в статье. Результаты исследований доказаны на международных научно-практических конференциях, симпозиумах, а также опубликовано девять научных статей, из них три в научных изданиях, рекомендованных ККСОН, МОН-РК, четыре статьи в материалах международных научно-практических конференций, одна статья в журнале, входящем в базу данных «Скопус», и одна статья в научном журнале «Дальное зарубежье». Восьмой критерий – принцип достоверности, достоверность источников и предоставляемой информации. Тоже состоит из пяти пунктов, кратко пройдусь по ним. Выбор методологии основан на указанном литературном обзоре и подробно описан. Результаты диссертационной работы получены с использованием современных методов научных исследований, литературном обзоре и подробно описанным Продолжение следует... 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 Площадь оптимизации нужен с целью именно повышения эффективности использования земли. Наши товаропроизводители настолько измельчали, что из этих 265 тысяч агроформирований почти 97% это крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, и производят они в Казахстане всего 32% валовой продукции. Представляете, какие огромные земли они отхватили, а отдачи очень малая. На сегодняшний день производительства труда в сельском хозяйстве, примерно на дно хозяйства, приходится 3 миллиона в тенге продукции. После этого о какой эффективности можно говорить земли, когда они должны вложить в эту землю те же минералы, одобрения, внести, те же капель нарушения, ресурсосберегающие технологии, которые требуют определенных капитальных вложений, что невозможно сделать в этих мелких хозяйствах. На 3 миллиона тенге какое может быть расширено воспроизводство? Даже простого воспроизводства говорить очень трудно с экономической точки зрения. Поэтому то, что она предлагает модели, что 200-300 гектаров должно быть, что должно объединяться, этого желает и государство. В 2015 году вышел закон о сельскохозяйственной кооперации, который на сегодняшний день фактически не работает. Почему? Потому что опять я считаю, что мы виноваты экономисты. Почему? Потому что мы не разработали соответствующие механизмы для копирирования. Мы с одной стороны отпустили, вернее, позволили, как говорится, предложили такой механизм субсидирования кооперативных хозяйств, а в то же время мы... ...но имеет массу проблем, и одни из них – это мелкотоварность производства. Поэтому я считаю, что данная работа заслуживает... И поэтому... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...